Служение. Очень раз слава Богу. Хорошо, друзья, я хочу прочитать Слово Господне, и мы будем сейчас помолимся и попросим Бога, чтобы Господь благословил нас и наше служение. У нас, как вы знаете, идёт прямая трансляция, но как бы не совсем прямая, и с другой стороны прямая трансляция, но нас это не должно ни смущать, и ничего, потому что ничто не должно нас отвести от Слова Господне. Значит, читаю Псалом 42 стиха. Дивите, что скажи, Господь. Блажен, кто помышляет о бедном. Вы чуете? Блажен, кто помышляет о бедном. Интересно, а что это значит? А Бог дальше говорит. Я не говорю, что на этом ты блажен, что ты помышляешь о бедном. То, кто другим местом что такое помышляешь, то, кто ты делаешь все возможное оказать помощь. В другом месте говорит, благотворяющий бедному даёт займи Господу, и он воздат за благодяний его. А здесь что говорит? Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. Слава нашему Богу! Прекрасно сказано и прекрасно получается. Блажен человек, который помышляет о бедном. Знаете, сколько людей сегодня бедуют около нас и беда нас? Сегодня много людей, депутатов, всякого рода людей, которые, знаете, у них задача как бы один помогать людям. А эти люди уже тогнут. Они уже силы нема. Они еще хотят. Они где-то... Выключаем все микрофоны, пожалуйста. Не говорите, когда брат говорит. Выключайте все ваши микрофоны. И неприятно, когда ты знаешь, что человек как бы призван, как бы старается, как бы хочет этого делать, как бы он думает этого делать, но он делает, знаете, формально, как некоторые из вас. У нас есть такие категории людей. Они заходят и уходят формально. Они типа член церкви, но в самом деле они не являются членами. Они футляли. Они просто называются. По-другому их не назовешь. Они только для маскировки. А Бог не так говорит. Если ты, друг мой, хочешь помогать бедным, ты должен это проявить. Говорит плакатный транспарант, я люблю бедных людей. Кому это сто лет надо? Твое сказание, кому это поможет? Знаете, как-то я говорил на такую мысль, лучше немножко помог ты чем-нибудь, хоть немножко реальной помощи, нежели 40 минут сочувствительные вещи говорить. Кому это нужно? Богу это вообще не надо. А тем более нужденному говори 40 минут ему, соучаствуй ему, сочувствуй ему и говори какие-то слова. Ты думаешь, легче станет? Не лучше ли дай ему кусок хлеба? Не лучше ли дай килограмм сахара? Не лучше ли дай 50 гривен? Это набагато лучше, нежели 40 минут проповедь або, знаешь, вот такая жизнь. Я хочу уже поблагодарить семью Татевусян. Я не к этому, друзья. Это вообще, только у меня голову пришло, и я вспомнил. Не то, что специально под него подготовили. Нет, это, вот я проповедую, и на память мне Бог дал. Сегодня я беседую. Вчера мне брат Тигран спрашивает, братцы, ну а сколько у вас стоит сахар? Думаю, а что, Германии сахара нет? Ну, я не знаю, я там не помню, что даже сказал, потому что цены так меняются, что не можешь догонять до конца. Сегодня он мне звонит, говорит, брат, я выслал определенную сумму грошей, денег, чтобы ты купил бабушкам, этим нужденным людям, макароны, сахар и тому подобное. Знаете, я думаю, господи, ну чудные дела, боже. Кто помышляет о бедном, как же писание, Господь не будет стоять на стороне, то что в день бедствия избавит его Господь, не дай Бог, у тебя что-то не так будет. Поверь, он стыгнет и поможет тебе. Я не знаю, что брат Тигран уже тут есть или нет, но это не главное. Главное, друзья, когда в нашем сердце Бог ложит, когда мы сегодня не обойдушны, как будет по-русски, мы не обойдушны. Не знаю, вылетел из головы. Вот. Не помню. Вот. Мы не обойдушны. То есть, то есть, что мы видим человека нужденного и проявляем милосердие. Да, конечно, среди нас есть очень много лукавых людей, обманщики. Они же знают, что мы верим в Бога. Они думают, что если мы верим в Бога, то мы глупцы. Но они забывают, что Бог лукавый поступает по лукавству Ему. Они не понимают, что это не нас, они обманывают, а Богу. А разве Бога можно обманывать, друзья? Не можно. Поэтому я раджу, советую всем нам, будьте шире перед Богом, слушайте голос Божий, и Господь обязательно благословит. Потому что ты, когда благотворяешь бедному, ты даешь займи Господу. И Он воздал за благоделение твое. Что ты сделаешь во имя Господня. Хорошо, друзья. Мы сейчас будем молиться, просить Божьей милости. После молитвы я познакомлю, кто у нас сегодня в гостях, а потом дальше расскажу, как делать. И сейчас кто может, возможность схилить свои колени, схиляем свои колени перед Богом и вздеваем до нашего Бога, включаем наши микрофоны, пожалуйста, включаем и молимся. Милосердный Отец, мы Тебе возвеличиваем, Господи. Мы благодарим Тебе, Боже. Мы сердечно благодарим Тебе, что Ты сердцовитель Бог наш. Аллилуйя. Слава Тебе, Отче Раба Тебе, хвала Тебе. Я возвеличиваю Тебе, Господи. Ты вчера, сегодня навиги, той сами. Ты, Господи, бачишь наше состояние, Господи. Ты знаешь, что нужно сердце, и душу Божьей. И ты вмикаешь, Господи, мы благодарим Тебе, Боже. Дякую, что ты даешь нам возможность помешать в обидных людей, Господь. Столько людей сегодня победуют, Господь. сегодня небо, Господи. Сегодня, не знаю, как жить и завтра ждите, Боже. Але ты благодарю Тебе, что ты не стоишь на стороне, Боже. Ты благословляешь, Господи, слава Тебе. Я прошу, благослови моих братьев и сестер, чтобы никто не нуждался в хлебе, Господь, чтобы все имели достаток, Боже. Избитый хлеб, Господь. Благослови наши проповедники, благослови наших сестер, верши, кто будет говорить, кто будет спевать, Боже. Во всем проставься, Господи. Я благодарю за Твое присутствие, Господи, и прошу, благослови, Господь, это служение Твоих рукав будет проставлен наш Вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Амин. 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 Добрый, дорогие. Значит, еще раз напоминаю, я по крайней мере скажу. Сегодня у нас в гостях брат Артур Павосян. Первый раз сегодня мы будем услышать его. Я думаю, что он скажет, поделится, познакомится, расскажет про себя. Артур находится в Германии. Брат Тигран, а, Тигран есть. Брат Тигран после моей анонса семья Тиграна споет псалом. После псалма сегодня у нас подключился брат Саргиз, пастор из Киргизии. Думаю, что члены нашей церкви добрые знают. Я попросил бы брата Саргиза коротко, пять-шесть минут расскажет, как там, мы уже год больше, наверное, не общались с коронавирусом, то нас выгнали, то еще что-то. Поэтому брат Саргиз расскажет немножко про свою церковь, про свое служение, как там, что. потом потом опять споет Тигран семья, девчата, сестры, и потом брат Артур поделится словом. В Киньце служение закинчат брат Гамлет Древу Петровска. Брат Гамлет приведет до молитвы, и мы послухаем. Сестра Оля, выключаем микрофон. Вот такое, друзья. Сейчас я прошу семья Татывусян хай вас Бог благословит, друзья. Я еще раз дякую вам за ваше доброе сердце. Хай вас Бог благословит дуже-дуже рясно, и вашему житию все будет прекрасно. Да поможет вам Бог. Сейчас вымайте спеваты, и кто включается, спевает оба верши, включаем свои камеры, друзья, что вы видели, я свой выключаю, прошу, Тигран. Да, до сих пор мучаемся, чтобы Артура включить. Можно еще спрошу, он зашел или нет? Артур слышит наш? Артур уже есть, Артур есть. Не надо мучиться. Как ты видишь, Сана? Я вижу, он есть. А что он не говорит тогда? Потому что микрофон выключен, твое время уходит, брат, спевай. Камеру включи, спевай. замучились, я думал, неправильно, что-то делаем. И это пройдет, говорите спокойно, на все, что случается в жизни земной. Хотя вам бывает и тяжко, и больно, не теряйте надежды и веры живой. Когда же постигнет опять неудачи, чего не коснись, все тает, как лед, Господь вас проводит долиною плача, и нежно вам скажет, и это пройдет. Когда же постигнет опять неудача, чего не коснись, все тает, как лед, Господь вас проводит долиною плача, и нежно вам скажет, и это пройдет. Сраженные небы луком лёжа в постели, не смейте роптать на весильный огнёк, крепитесь, молитесь, уверенно, смело, говорите в душе, и это пройдет. Когда же постигнет опять неудача, чего не коснись, все тает, как лед, Господь вас проводит долиною плача, и нежно вам скажет, и это пройдет. Когда же постигнет опять неудача, чего не коснись, все тает, как лед, Господь вас проводит долиною плача, и нежно вам скажет, и это пройдет, и это пройдет. Не говорите напрасно, когда без причины преследуют вас, Бог знает дела ваши планы и мысли, за ваше терпение он дивно воздаст. Когда же постигнет опять неудача, чего не коснись, все тает, как лед, Господь вас проводит долиною плача, и нежно вам скажет, и это пройдет. Когда же постигнет опять неудача, чего не коснись, все тает, как лед, Господь вас проводит долиною плача, и нежно вам скажет, и это пройдет. Хорошо, сейчас скоро Ребекка подъедет, тогда уже можем с пьяниной играться. Лена поехала Ребеку привезти из работы. Добрый, тогда мы попросим брата Саркиса сейчас пару, ты что-то хочешь сейчас петь? Я нет. Хорошо, брат Саркис, пожалуйста, кручу камеру, брат, и звук. О! Приветствую вас, дорогие братья и сестры, слышно? Слава Богу, слышно, добрый, слышно. У нас сейчас 11, уже 12 час, пожалуйста, если я усну и меня разбудится, я включаю уже секундомер брат Сану и смотрю. Слава Богу, что ты меня нашел. Знаешь, Давид так сказал, куда пойду от духа твоего, от лица твоего, куда убегу? Зайду ли на небо ты там, сойду ли? Я не скажу сейчас преисподний, сойду в погребе и ты меня найдешь, Сану. Ход в Америке, ход к Кыргызстану, где-то, куда я пойду, ты не убежишь от тебя. Слава Богу, нашу. Слава Богу, да, говорит, Бог нас приводит. Ладно, я немножко расскажу, что здесь происходит в это время. Сейчас у нас, слава Богу, новые люди приходят, знаете, Бог благословляет. У нас сейчас в церкви примерно семь наций, армяне, узбеки, киргизы, немцы, русские, турки и корейцы. И корейцы. Семь наций, слава Господу, просто приходят, приезжают издалека. Где-то возле Бишкеки живет, другие города, люди приезжают. Я вижу, чтобы Бог начал движение делать. Две недели назад такое присутствовало в церкви. Это вообще момент, даже мы молчались, мы созерцали красоту присутствия Божия. Вот. Сейчас я хотел еще сказать, что мы сейчас делаем. Я проповедую по WhatsApp и вайбере. У меня есть группа, называется «Хлеб жизни». Каждый день я отправляю хорошие притчи и местописания, а потом два раза проповедую. Мои проповеды бывают примерно 7, 10, 12 минут, два раза. Почему об этом? И по-армянски я проповедую это вайберы, а в WhatsApp на русском языке у нас группы разных людей. Даже представляете, из Турции люди, образованные люди, врачи, из Белого дома, полицейские из Москвы, из Америки и разных местных группах есть, они слушают Слово Божие и каждый день прибавляются. Слава Богу, люди изменяются. Когда с ними разговариваю, иногда замечаю, как будто депрессии страдают и потом через некоторое время они ликуют и радуются. И в последнее время я замечал, что некоторые люди страдают от страха и вижу, что нужна помощь. Поэтому решил проповедовать, как освободиться от страха. теперь, когда я буду у вас проповедовать каждую среду, я буду говорить об этом примерно каждый раз примерно 15 минут и знаю об этом теме, как освободиться от страха. Многие нуждаются, много хотят, много хотят слышать. И я уверен, что кто внимательнее будет слышать и понять и будет освободиться об этом. Так что, друзья мои, братья и сестры, пусть Бог благословит вас всех. Я буду проповедовать потом, когда мое время придет. А сейчас не хочу мешать вам. Пусть Господь благословит проповедников, тех, которые стихотворения говорят, тех, которые поют. Пусть помазание Господня сойдет на вас прямо сейчас имением Иисуса и исчезнет все плохое наполнит присутствие Божие. Чтобы мы радовались, мы наполнились Богом, чтобы Дух Святой зажег нас и зажег то, что не от Него и зажег наши сердца. Будьте благословенны, я буду слушать дальше. Аминь. Спасибо, брат Саркис, дорогие братья и сестры, я скажу, что с братом Саркисом у нас будет регулярная встреча, даст Бог жизнь каждую среду, поэтому мы уже договорились с ним, что он будет подключаться. Хорошо, спасибо, брат Саркис, можешь камеру выключать. Семья Татевусян, вы готовы? Да, споем, да, соначально. Давайте, братья, друзья, То, что ты говоришь, Артур, внутри что-то не могу найти, что-то проблема. Подожди минуту, что значит я вас слышу, я вас вижу. А, проверяйся, дорогой, если не со мной спорить. Уже спокойно, да, все, я что-то не мог найти. Хорошо, главное я нахожу, тебе, тебе, что. Пожалуйста, сестры, хай вас Бог блага. Так, еще раз, Есвирь и Ребекка, так? Не, Ребекка сейчас приедет, она на работу. Есвирь и Мириам. А, Мариам. Мариам, Мириам, да. Мириам, окей. В середине, чтобы всех слышно было. Я хочу спокойно было. Добрый, хай вас Бог благословит. Иисуса тебе я пою, светом ты озарил мою душу, я за все благодарен тебе, и во всем вижу я твою руку. Знаю я, ты всегда со мной, в обещании своем ты верен, кровь твоя за меня лилась, чтобы в небо открыть мне двери. Знаю я, ты всегда со мной, в обещании своем ты верен, кровь твоя за меня не лазь, чтобы в небо открыть мне двери. Сколько раз ты меня хранил, на крутых оборотах жизни, ты избрал меня, искупил, и наполни свое уйм сердце. Знаю я, ты всегда со мной, в обещании своем ты верен, кровь твоя за меня лилась, чтобы в небо открыть мне двери. Знаю я, ты всегда со мной, в обещании своем ты верен, кровь твоя за меня лилась, чтобы в небо открыть мне двери. Я живу и покою с тебе, ты надежда моя и радость, Иисус, счастье только в тебе, в тебе жизнь моя и от рада. Знаю я, ты всегда со мной, в обещании своем ты верен, кровь твоя за меня лилась, чтобы в небо открыть мне двери. Знаю я, ты всегда со мной, в обещании своем ты верен, кровь твоя за меня не лаз, чтобы в небо открыть мне двери. Спасибо, друзья, хай вас Бог благословит. Я хотел бы, брат Артур, Артур Павосян из Германии, оказывается, из Украины, мы хотели бы, брат, что немножко рассказал бы ты о себе и ближе познакомились и поделиться словом. Включи камеру, пожалуйста. Видно меня, да? не видно. Не видно? А вот сейчас. О, теперь видно, пожалуйста. Видно, да? Так. Приветствую вас, братья и сестры. Слава Богу. Я вкратце расскажу о себе. Я сам армянин, родился в Баку, потом жили в Армении, в Джермуке. Оттуда выехали в Украину, жена у меня украинка, она там уверовала, потом я уверовал. И там совершали служение. уехали потом на Горный Карабах на два года на миссионерское служение. В Украине самой пять лет выезжали там в одну местность, там, чтобы церковь образовалась. Ну, мое служение в основном было миссионерское, я был ответственный церковной, церковь большая, 300 членов было за благовестие церковное, потом за детские, детей много, было 200 детей. Ну, вот такие служения. Потом ответственный за церковь, две группы церкви, которые было и в Украине, и в Украине две церкви, в разных местах. Ну, а сейчас мы приехали сюда, в Германию, в лагере были 10 метров, слава Богу, и там церковь была, люди каялись, уже крещение приняли. Я имею в Германию. Ну, кто уехал уже к себе на Украину, кто в Кишинев, в Молдавию. Ну, кратце такое. Сейчас мы живем в Бадрахинхале. Вам слышно, да? Да, слышно, но нам это ничего не говорит, этот город. Ну, Бадрахинх... А, ну, да, я забыл, что это возле Австрии. Сколько мы здесь пробудем, не знаю. Жили мы в Украине в Белой Церкви. В Ровно я был один раз. Один раз был в Ровно, по делам машину выбирал, и все, вот так, больше я там не был. Так что, вот, вкратце, если так говорить, у меня шестеро детей, один погиб, сын, сейчас пятеро, не все верующие, как можем служить здесь. Муж одной из жены? Муж одной из жены, наверное. Хорошо. Добрый, хай Бог благословит, прошу. Спасибо. Хорошо, братья и сестры, я хотел бы, честно говоря, долго думал, о чем проповедовать вам, потому что не вижу церкви, не вижу, не чувствую духовное состояние церкви, чтобы знать, какое слово сказать. Но, Бог так расположил, положил на сердце Евангелие от Матфея, это одиннадцатая глава, с двадцать пятого стиха. Вам слышно хорошо? Да, 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 слышно. Я зачитаю, и мы поразмышляем. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, славлю Тебя, Отче, Господа, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл том младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано мне отцем моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все пруждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим, ибо иго моё благо и бремя моё легко. Вот над этими стихами мы немножко поразмышляем. Я постараюсь тоже так быстро сказать, потому что в 7 часов у нас ещё одно общение, хотелось бы и там поучаствовать. С чего начинает Христос? О чём вообще он говорит? Обычно он призывает, когда учеников говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Другому ученику он говорит, иди за мной. Петру говорит, иди, сделаю тебе ловцами, человеком. Здесь призыв немножко другой. И он говорит, что придите ко мне все труждающие и обременённые. Но в начале Христос в 25-м стихе, продолжая речь написанная, сказал, славлю тебя очи неба и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам, то есть детям. Что Христос открыл? И почему он утаил от мудрых и разумных? Знаете, вот мы думаем, наверное, это нас не касается. Мы пришли к Богу, значит, мы уже мудрые, потому что мудрость Божия у нас. Бог нам дал эту мудрость. Но в продолжении темы я постараюсь раскрыть, что всё-таки это призыв к нам. то уже пришёл. И что хочет Бог от нас? Но почему Христос говорит эти слова? Если мы посмотрим, что в предыдущие стихи, в 11 главе, что Христос говорит горе вам и говорит города Хоразим, Вифсаида, что это 21 стих этой же главы, если в Тире и Сидоне вот только сил, сколько было явлено у вас, они бы давно уже покаялись в пепле. А потом говорят такие слова, и ты, Капернаум, 23 стих, до неба вознёсся, до ада неизвежься. Почему? Что случилось с Капернаумом? Как связать с мудрыми и разумными? Знаете, вот Капернаум, это уже ближе к Галилейскому морю, если кто знает карту Израиля, там были города, в которых были духовные университеты, ну, так можно по-соременному назвать. И вот в этих духовных университетах учили набожных людей, как правильно поклоняться Богу. И это были престижные университеты, потому что если мы читаем Слово Божие, то учился унок Гумалуила, считалось это престижно. Вот тем более в этом университете, которые более тонко, тщательно разбирали, как правильно поклоняться Богу. Кто такой Бог. И в знаниях своих они до неба вознеслись. Потому что уровень уже дальше некуда было. Дальше они уже просто остановились. И вот Христос говорит, что ты до неба вошел. Но самого главного они не познали. Почему? Потому что это была мудрость человеческая, которая как Яков пишет послание, что это не есть мудрость нисходящая свыше, но земная, душевная и бесовская. Да, они Бога размышляли, про Бога все. Но в этих размышлениях у них не было приближения к Богу. Они знали постановления, изучали хорошо, знали Тору, но она не раскрывалась им, не открывалась. Слово не открывалось им. Знаете, вот я держу слово у меня в руках и это обычное печатное слово Библия. Вот я смотрю буквы, у меня синодальный перевод, у кого-то другой перевод, у кого-то армянский. Буквы, алфавит. Под этими буквами мы смысл, ищем смысл. Что уже вложил Бог в эту книгу, что Он хочет от нас. Но когда мы понимаем смысл того, что тут вложено, мы радуемся, мы понимаем, что это глубже, чем просто слова, которые мы читаем. Здесь есть смысл. Но вы знаете, это только полпути. Под смыслом кроется дух, дух жизни. Христос говорит, слова, которые я говорю вам, есть дух и жизнь. Вот если это не открывается, какой бы ты университет не закончил, как бы ты не вознесся до неба, если оно не извергнется, ты не узнаешь Бога, он тебе не откроется. И вот смотрите, мы видим, что вот именно этим людям, он им не открылся. А кому открылся? И Бог главное написано, что спрятал, утаил от мудрых и разумных. Разве Бог что-то прячет от людей хорошее? Нет. Просто не там ищут люди. А оно спрятано было в Иисусе Христе. И вот 25 стих Христос радуясь говорит, славлю тебя очень небо и земли, что ты закрыл, утаил это от мудрых и разумных и кому открыл детям? Детям, которые доверяют. Знаете, вот дети, ну что дети, вот они еще не испорчены, мы уже взрослые люди испорчены. Там когда что-то говорят, мы начинаем фокусировать, думать, правда, неправда, может быть, не может быть, насколько человек правдивый, насколько нет, ну конечно и опыт есть у нас, поэтому уже обжидались. А дети верят. Вот я помню, я маленький был, мой отец, помню, в школу пришел, он мне таким пальто такое длинное, таким высоким казался, что он все может, абсолютно. Что папа бы не сказал бы, я верил, я доверял, потому что я знал, что папа плохого не пожелает. И папа, если что-то говорит, значит, он за это отвечает. Было доверие. Вот вопрос в том, что Бог хочет вот такого нашего доверия к Нему, нашей веры, безоговорочной, чтобы мы всю жизнь, все, все, и наше служение, наша семья, все, что нас окружает и в нас, мы отдали Господу. И как это сделать? И вот Христос говорит ей очень, ибо таково было твое благоволение, 26 стих, такая была твоя воля. Все предано мне Отцам Моим. И вот здесь как раз в 27 стихе Христос говорит, что все-таки имя Божие запечатано. Все предано мне Отцам Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, как никто. Две тысячи лет существует Тора, вернее, в меньшей, чуть полтора тысячи тогда существовало уже Писание. И изучали, школы были, и они не знают Бога, как скрыт Бог. Да, скрыт Бог был. Открывался некоторым, а в общей массе своей израильский народ жил сам. И вот смотрите, и не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Ну вот кому сын хочет открыть. Вот здесь открывается всемогущество Божие, что никто не может Бога ни убедить, ни заставить раскрыть эту тайну. Даже ангелы написано, от них было запечатано тайное воплощение Христа. Это было тайно. Послание к Тимофею написано, что даже ни небо, ни ангелы, никто, ни пророки, хотя и проповедовали про это, сам механизм всего этого не понимали, как же это будет. И вот смотрите, что Христос говорит, и кому сын хочет открыть. В другом месте написано, никто не приходит ко мне, если что, вы помните, не привлечет Отец мой небесный, если Отец его уже печать не поставит, не потолкнет. И вот смотрите, что кому же хочет открыть сын, написано всем труждающим и обремененным. Придите ко мне все труждающие, уставшие, уставшие люди от этой жизни. Не от того, что они работают, устают, суета какая-то, а о том, что смысла нет в этой жизни без Бога. От того, что работаешь, хорошо питаешься или плохо питаешься, все равно нет смысла, ты умрешь. Ради чего умрешь 50 лет, 70 лет, 30 лет? Все равно насытиться жизнью, без Бога это невозможно. И оно как бы очень очень неприятное ощущение у человека, когда он понимает, что он умрет. Почему? Потому что человек существо вечное. Он или вечно будет в раю, или вечно будет в аду. Поэтому он со смертью никак не может смириться, никак не может согласиться. И вот смотрите, что Христос хочет открыть всем уставшим и обремененным. И вот мы наверное многие из нас могут засвидетельствовать и сказать, что так устали, так тяжело было в этом мире жить. И смысла не было. Мы пришли к Богу. Кто-то из верующей семьи. У них уже был определенный фундамент, они пришли к Богу. Многие уставшие приходят действительно обремененные грехом, скалеченные и в прямом смысле, и в переносном, и в духовном смысле. Люди уже полностью банкроты. Но приходят люди и не такие. Приходят люди, которые понимают, что надо пытаться, что они идут в ад, что им надо смириться, что им надо соединиться с Богом. Но вы знаете, вот интересная вещь, что иногда мы на полпути останавливаемся и довольствуемся этим. Кто-то вообще не крещён Духом Святым. Вообще не произошло в его жизни вот это прикосновение Духа Святого. причём во всех деноминациях. Я не имею ввиду 50-ников, Бартистов. Причём вообще наблюдаю во многих смотрю, что творится тяжёлого состояния. И люди довольны этим. Почему? Вот мы сейчас немножко разберём почему. Посмотрите, все придите ко мне все уставшие и обременённые, но мы приходим, а потом вы знаете, что происходит? Мы находим в себе силы, мы уже оправданы, очищены, мы стараемся трудиться, какую-то энергию с нас, эмоции идут, мы активно пытаемся влиться в служение, энергично за что-то берёмся, совершаем какой-то труд. А вы знаете, что потом происходит, наверное, у многих это было. вот почему так Бог поступает? Нужна ли Богу наша энергия, наша сила, наша ревность? Ну, сейчас, наверное, все скажут, да, нужна. Я тоже согласен, да, нужна. Но знаете, какая очищенная, которая прошла через крест, через злом, вот такая сила нужна, да, такое ревение нужно, такая ревность нужна Богу, чтобы не было там запах нашей плоти. Знаете, вот, когда мы смотрим карту Иордан, то там есть Галилейское озеро, её ещё морем называют. Вы знаете, да, чем отличается море от озера? Оно отличается тем, что в озеро впадает река, но из неё не выходит. Вот, допустим, Каспийское море это озеро, оно не море. Просто из-за того, что оно большое, поэтому её считают морем. В Галилейское, а в море и входит река, и выходит. идёт вот этот круговорот. Вот Галилейское его называют и морем, из-за того, что маленькое, сейчас его называют озером. Вот в этой Галилейское озере очень много рыбы, жизни, всякой рыбы. Мы читаем, что в основном апостолы Иисуса Христа были рыбаками. Это был доступный заработок, ловить рыбу. То, если не мог заниматься плотничной работой, как наш Господь плотниковый сын и сам занимался этим. Кто-то был кузнецом, кто-то камнями работал. Ну, а кто не мог, он рыбу ловил. Как-то семью надо кормить. И там было много рыбы, хорошей рыбы. И вот люди жили, а там в Дестиграде было вокруг этих озера и были не евреи, те, которые еще в VI, V, IV веке были переселены из Вавилона, из других городов. И они пришли, если помните в книге царства и у пророков мы читаем, они научились потом поклоняться Богу Израилу. Где-то они смешали свою религию, где-то они полностью приняли идуизм. Вот смотрите, люди жили, радовались этой пище. И вся эта пища, если вы знаете, шла в реку Иордан. Река Иордан сама, она где-то 200 километров длиной, и она идет как змея. Если по карте смотреть, она такая зигзагами идет. И вообще река Иордан называется падающей. И она падает вся Мертвое море. Вот все это рыба живая, всякого вида, она идет в Иордан, и с Иордана падает все Мертвое море. Наверное, вы догадались, что в Мертвое море падая, все, что живое, там умирает. Вся рыба умирает. Абсолютно никакой жизни в Мертвое море нет. Говорят, сейчас находят какая-то жизнь. Она все-таки должна, наверное, может быть, когда-то стать пресной. Но тогда она была соленая. Плотность соли там большая. Вся жизнь там умирает. Вот Бог как-то наподобие нас ведет вот этой жизнью. Все в нас, что есть, вот это мы приходим с этим багажом, с мира, хотим служить Богу. И Бог одобряет наше желание служить Ему. Бог хочет, чтобы мы действительно приносили плод. Но в одном месте написано от меня у тебя будет плод, плод Духи Святого. Когда уже мы очищены, когда мы понимаем, что без Бога мы ничто делать не можем. я не знаю, знаю, я сложно говорю, но я думаю, что братья, я опять-таки говорю, что я не вижу ваших мест, я не вижу вас, я не знаю ваше духовное уровень, состояние. Но в любом случае нам надо подниматься на этот уровень и понимать, что Бог очищает нас. А как? Иногда не так, как мы хотим. Если все живое, что у меня есть, которым я хотел служить Богу, все удаляет, оно впадает в мертвое море символическое, там все умирает, чем мне служить Богу? Как служить Богу? Вы знаете, когда храмовое служение было, то в каждой жертве надо было солить. Написано «Каждая жертва солью да осолится». Помните, да, это место? Из Мертвого моря добывали соль, которую приносили в храм для жертвоприношения. Соль. Вы соль миру всему. Вроде бы, что такое, да? Мы, может быть, больше хотим быть? Бог говорит, соли достаточно. Соли достаточно, чтобы придать вкус всему, придать смысл всему. Слова ваши, да, будет приправлено солью. Помните, Христос говорит, к чему это говорит? О том, чтобы в ваших словах смысл был, в ваших словах сила была, и для того, чтобы это все было, Бог допускает в нашей жизни вот эти ситуации, когда вывивает из-под ног наших опору. если мы читаем книгу пророка Еремия, это плащ Еремия, на что он надеялся и что он получил? Он говорит Богу, погибла сила моя и надежда моя на Господа. Устал ли я, погибла сила, вот на что я надеялся, чем я хотел служить Богу, подвязаться, это все просто, все разрушилось, все погибло, как у мертвого моря и что делать? И что осталось? Осталось одно, надежда на Господа, это самое главное, чего Бог говорит, хочет. У нас 10 минут осталось, я не знаю, сынок, до каких я могу проповедовать? Ну, столько, сколько сможешь, я не знаю, там до скольки надо будет? Ну, до семи мне, ну, давай до семи в молитве поможешься, и смысл в другом месте он говорит, Бог привел меня в ничто. Вы помните, да, это место? Я не знаю, вы, наверное, в Библии неплохо знаете. Бог привел меня в ничто. Пророк, у которого на языке Слово Божие, а Бог его привел в ничто. Именно это Бог хочет. Для чего? Потому что сила моя. Бог говорит, в чем? В немощи. Вот, когда я немощен, я силен. Когда пустым соседом становлюсь, когда освобождаюсь от самого себя, когда уже не полагаюсь ни в чем на себя, тогда Бог начинает использовать нас. и вот смотрите, Христос говорит, я буду так пропускать моменты, где Он говорит, что 28 стих придите ко мне все труждающие и обремененные, и Я успокою вас. Вот мы пришли к Богу, пришли к Христу, Он успокоил нас. Я вот помню, как у меня произошло это, когда я покаялся, пред Богом я каялся дома, долго, долго, а не получал Духа Святого. Так утомился от этого, очень целыми менями каялся, просил, молил, чтобы Бог простил, исполнил меня Духом Святым Христил. Но я вставал с колен, каким был, таким и был. И еще больше входил в тупик. А потом в церкви покаялся, все меня поздравляли, все, а я встаю, у меня когда-то вся пустота, я даже не пойму, те, кто меня поздравлял, о чем они радуются. У меня внутри все, как было, так и оно и есть. А утром я встал, и так, независимо от такое крещение, духом сильное было. И полностью обновилось все. Успокоил, поставил на твердое основание, утешил, укрепил веру, поставил печать Духа Святого. И это всякий, кто рожден от Духа Святого, знает, что на нем есть печать потому, что Дух Божий свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. Этого недостаточно. Этого недостаточно для того, чтобы приносить плод, для того, чтобы из тебя реки живой воды текли. Этого мало. Знаете, вот место, где тут написано успокоил, а потом Господь говорит, условия, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим. Опять про покой говорит. Только здесь он говорит о том, что он успокоит, это временное, это начало, а потом покой, постоянное состояние, более глубже. ты влёк меня Господь и я увлечён, ты сильнее меня, говорил Еремя. Потихоньку, а чем влёк? Узами любви написано. И вот смотрите, что первое, первый шаг, когда мы приходим к Богу, да, Бог прощает нам грехи, мы принимаем Духа Святого в сердце своё, мы благодарны, мы молимся, мы пытаемся служить Ему, но тот глубокий покой, чтобы получить, есть определённые условия. И эти условия написаны вот здесь, возьмите иго моё на себя и научитесь от меня. Ермо в другом месте написано, вот когда мы видим там два быка пашут, у них вот вместе соединённое такое на шее, и что они не могут разлучиться друг от друга, они вынуждены идти. И в другом месте Христу говорит, кто не берёт креста своё и следует за мной, да он следует за Христом, но без креста не может быть моим учеником. Почему? Потому что у вас должны быть те же чувствования, что в Иисусе Христе. А если мы не берём иго, мы не будем чувствовать Христа. Мы не будем понимать Христа. Ведь то, что мы в церкви, это же не для того, чтобы мы только говорили Аллилуйя, слава Богу, мы спасены проповедовать, а ещё познать Его. Познать Бога. А познать мы не можем дистанционно. Мы не можем листая книжки, узнавать Его, если Бог не допустит в нашей жизни вот эту ломку, если не опустошить нас, если не надломает нас. Написано, что надломил и открылись глаза у них. Помните Луки? Если это не произойдёт, то вот этой глубокой радости и покоя мы всегда будем думать, ну почему у других есть, ну почему написано, а у меня его нет. Почему? ответ только в этом. Потому что мы не в одной упряжке со Христом. Я в данном случае не говорю, я опять-таки повторюсь, я не знаю ваше состояние, в каком вы положении. Я говорю слово. Слово для того, чтобы мы поняли, что для того, чтобы познать Христа, знать Его, есть определенные условия, и эти условия сам говорит Господь. Вот если мы почитаем 50-ю главу, Псалом 50-е вернее, то здесь мы найдем такие слова, где Давид пишет, ибо жертвы ты не вожелал, я дал бы ее, все сожжения не благоволишь. И дальше он говорит, 19-й стих, жертву Богу Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не презришь Божьим. Вот наверное вы понимаете, что такое сокрушенный Дух, что такое сокрушенное сердце, смиренное сердце, одни словом, сломали сердце, кто его ломает, сломали Дух наш, но в каком смысле, я не имею ввиду сломали это, когда тут написано, что Дух сокрушается, когда все наши надежды, вся наша человеческая сила пропадает, вы помните, когда если читаем про Якова, это внук Авраама, то сколько у него было силы и обманывать отца, и перехитрить брата, и даже и тесто перехитрил, и четыре жены было, ну две жены, две наложенства, силы много было у него на все, и вот смотрите, 12 сыновей у него было, везде он пытался решать самостоятельно, сам, и те богатства, которые он получил, бараши, которые были тоже в полосочку, тоже он схитрил, знал, как это делать, но пришло время, пришло время, когда он потерял Иосифа, он же ничего не мог делать, и когда пришли, сказали, что Иосиф жив, он не умер, он в Египте, он второй человек, после фараона, вот, он зовет тебя, и он не побежал, не пошел, вот как это раньше он делал, быстро, какие-то движения совершал, а он уже настолько сокрушенный был, что он пошел молиться к богу, узнать, что бог скажет, и вот там написано одно место, и когда он увидел колесницы, то ожил дух его, а что до этого его дух, неоживший был, он уже полностью закрылся, полностью опустошился, понял, что все, что он пытался в жизни урвать, все, что у бога пытался взять, оно все равно ему не привело к покою, оно не привело его к силе, только когда мы полностью опустошаемся и пребываем во Христе, а по-другому невозможно прибыть своими силами, только тогда мы можем питаться от него, получать эту силу, как веточка на лозе, я не знаю, братья, если написано у кого не хватает мудрости, пусть просят у бога, который даст всем, одно дело мы когда мы радуемся, когда мы славим, когда мы даже проповедуем или свидетельствуем, другое дело, когда мы знаем себе стержень, имеем этот стол, который вложен через вот эту ломку, через эти трудности, проблемы, когда бог выбирает, а как выбирает, вы помните, где написано, что много званых, но мало избранных, вот это и есть это место, когда бог призывает нас, мы приходим, он успокаивает, а потом идет избрание, каждый избирает сам, как он будет за Христом идти, возьмет ли он иго на себя или нет, иго Божие, но оно написано, время мое легко, иго мое, что благо, ну в духе мы ощущаем это удовлетворение, хоть и тяжело, есть проблемы, но мы знаем все-таки, мы избранные, Бог дает эту радость, Бог дает эту твердость, любых обстоятельствах, какой бы, какой бы бог не поместил нас, вы помните, когда Иисус Навин уже в Моисей отошел и Иисус Навин ввел народ и они должны были реку пройти Иордан, Иордан это тоже символ смерти, перейти через Иордан, у нас же в песне в Салмах есть такое, перейти Иордан это точно, умереть и пойти на небо, и вот когда они должны были перейти Иордан, священники носили ковчик на плечах своих и написано как только ноги священников, она бурлит Иордан, такая река, что там пройти невозможно, как только ноги священников вошли в воду, все остановилось, и вот когда мы бурлящей в воду встаем в этом мире все спокойно становится сразу, покой это не там, где нас не искушают, у нас нет трудности, у нас нет проблем, нет болезни, когда у нас все хорошо, не это покой, покой это независимо от той ситуации, в которой ты находишься, в тяжелых проблемах, в тюрьме ты и еще где-то, голодный ты или сытый, одетый, или раздетый, у тебя есть покой, потому что ты уже глубоко вбит, ты Духом Святым уже глубоко опущен в тело Христово, погружен в тело Христово, очень глубоко, и когда вот это состояние у нас тогда тогда и происходит вот это благословение реки воды живой, пусть Господь благословит братья и сестры всех, всех нас, чтобы мы поняли, что вот Христос это не просто вера в Него и в жизнь вечную, и Христос это жизнь Христова, это то, что Бог хочет, чтобы мы пережили, прочувствовали, чтобы имели те же чувствования, что во Христе Иисусе, поэтому пусть Бог благословит в этом, мы сейчас будем молиться, чтобы Бог каждый нас благословил в этом, чтобы мы понимали, что сила в наше в немощи, если мы понимаем, насколько мы немощны, апостол Павел написано трижды молил, чтобы Бог исцелил его, чтобы удалил этого ангела, который удручает его, но Бог сказал, довольна тебе благодатью моей, вот это благодать самое важное, это довольна, это перекрывает все, все остальное не имеет никакого значения, будем молиться, встанем на колени братья, помолимся, помолимся, друзья, включаем микрофоны, творец небес земле, мы сердце благодарим Господи, мы дякуем Тебе Божье, дякуем за спелкувание, дякуем за слово Твое, Господи, кидаешь нам Господь, слава Тебе, огнялим Тебе, бадец, на Тебе уповаем и детей Свои, Божьи, Тебе, Ди Господь, Тебе, Твоя рука будет над всеми нами, Господи, огняти мать, наполни нас силой, Господи, Твои, Божьи, чтобы Господь повел славу, справа, явилась над нами, Господи, Божьи, над нашей жизнью, Господь, Майк, Божьи, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Важно, что включилась была и опять, может быть, вы включили в себя, потому что у меня включилась была, меня в меня делала, а потом молилась и пропала. Что, не надо было молиться, да? Нет, надо. Ты восседаешь на троне небес, Великий, дивный, крепкий, везде сущий, За нас ты умер и для нас воскринь. Твоя любовь мне душу согревает, Под тенью крылья нахожу покой. И мое сердце радость наполняет, Когда в молитве нахожусь с тобой. И мое сердце радость наполняет, Когда в молитве нахожусь с тобой. Душа стремится в вечные просторы, Там никогда не упадет слеза. От путь земных и трудных испытаний, Покой найдут усталие глаза. Пройдет тот день, мы радоваться будем, Пройдут скрипоки скорби и беда. И Бог, Отец, нам раны уврачует, И мы прославим Господа Христа. Слава Богу! Слава Богу, брат, слава Богу! Давайте, братья и сестры, Трошки активно. Сестры Ева Люда Ельня! Пожалуйста! Хочу вам рассказать, братья и сестры, свидетельство, Потому что оно сплошная благодарность вам, братья и сестры, за ваши молитвы. Значит, смотрите, что случилось. Я заявляла постоянно и заявляю про пастора Ильченко. Вот. И значит, я хочу рассказать свидетельство. Он попал в серьезную аварию и два часа лежал без сознания, пока приехали МЧС и вырезали его из-под фуры. Много крови попало в легкие и был сильный удар головой, что привело к многим гематомам в голове. Он находился в коме и врачи шансов никаких не давали. Все это происходит в больнице города Харькова на Украине. Дети пастора стали заявлять эту молитвенную нужду об исцелении своего отца по церквям и молитвенным группам. И так эта нужда попала ко мне, потому что мне друзья из молитвенных групп скидывают нужды. Мы молимся у себя дома, и я, значит, эти нужды вам тоже прошу, чтобы молились, поддержали молитвенно. Вот. И так как наш Бог, это Бог чудес, я хочу поделиться о том, что происходит дальше по молитвам нашим с вами, Божьего народа. Пусть это свидетельство ободрит вас всех, дорогие братья и сестры, и укрепит вас всех, сильно укрепит. Я прочитаю вам письмо его детей, детей пастора этого, Павла Ивановича, которое, значит, оно было написано 3 марта. Вот отрывки из этого письма. Вот дети пишут его. Сегодня ровно месяц, как наш папа Ильченко Павел Иванович попал в страшное ДТП. Мы хотим выразить огромную благодарность вам, вам, братья и сестры, кто помнит и молится. Спасибо вам огромное. Мы желаем вам благословения от Господа. Дальше пишут. Бог делает чудеса. Наш папа восстанавливается. Он вышел из комы. Месяц был в коме человек. Он хочет вставать, но доктора запрещают. Динамика настолько прекрасная и положительная. Я читала, плакала просто. Динамика настолько прекрасная и положительная, что врачи это называют чудом. Люди, не верующие врачи. А мы им говорим, что это Господь, что это Божье чудо. Благодаря миллионам молитв и армии Божьих людей. Мне хочется поделиться с вами чудесами, которые продолжает совершать Бог на протяжении этого месяца. Сегодня, то есть через месяц. Папа сделал нам всем подарок. Он правильно отвечал на вопросы. У него голова вся была залита мозг кровью. Месяц человек в коме был. Он отвечает на вопросы. Как его зовут? Сколько ему лет? Узнает ли он тех, кто находится рядом? Как его фамилия? Сколько у него детей? Ряд других вопросов. Он на все дает правильные ответы. Все это еще раз показывает, что для Бога нет ничего невозможного. Хочется пристанно благодарить нашего всемогущего, любящего Бога. Он достоин всего лучшего и всей славы. И дальше просьба у них. Мы просим продолжать молиться о полном восстановлении его здоровья и всего организма. Дальше они пишут спасибо, что вы, то есть вы, братья и сестры, проходите этот путь с нами. Благослови вас Бог. Такое чудесное свидетельство. Слава нашему Богу. Писание каждому человеку невозможно, но не Богу. Богу все возможно. Хвала ему. Поэтому, братья и сестры, то, что мы молимся друг за друга, это большие чудеса Господь совершает. Псалом. Пожалуйста. Кто мне на небе, кто мне на земле, счастье дарует, как ты, мой Боже. Сердце коснется рукой в тишине и удалит все то, что тревожит. Кто мне на небе и кто мне на земле, словом живым исцеляет раны. С тобою я не останусь в беде, моя защита, моя охрана. Там в небесах ты ждешь меня в лучах, сияние я и я приду к тебе. В сон мне святых и в песнях внеземных, прославлю я тебя за все дела. Там в небесах ты ждешь меня в лучах, сияние я и я приду к тебе. В сон мне святых и в песнях внеземных, прославлю я тебя за все дела. Кто мне на небе и кто мне на земле, в дней лабиринтах свой путь укажет. Звезды зажжет даже в темной мгле и в своей милости не откажет. Кто мне на небе и кто мне на земле, только безумный тебя оставит. Все, что мне нужно, найду в тебе, дух мой тебя прославит. Там в небесах ты ждешь меня в лучах, сияние я и я приду к тебе. В сон мне святых и в песнях внеземных, прославлю я тебя за все дела. Там в небесах ты ждешь меня в лучах, сияние я и я приду к тебе. В сон мне святых и в песнях внеземных, прославлю я тебя за все дела. Слава Богу! Слава Богу! Петручуки, вы еще сегодня не активны. Зараз вы споете псалом, брат Василь. Потом поделись ты, брат, потому что брат Гамлет, мой закинчитель служения. Поэтому прошу, у нас 20, так время быстро лететь, что не успеваешь смотреть, уже надо заканчивать. Витя, мы ждем. Петручуки, что, уснули? А, наверное, магазин пошли. Хорошо. Давайте, где ваша камера? Может быть, я разбудил вас? Нет. Не обрассану. Давайте, скорее бы, времени нет. Мой дом на небе, за облаками, где жизни новой уж нет конца. Друзья родные, где будут с нами? Петь песни славы тому отца. О, дом небесный, где быть желаю. Туда стремлюсь я, чтобы вечно жить. Там буду Бога, я вечно славить, и в свете чудном Христу служить. Как бурус моря, моря стремится, причалить гвань, чтобы отдохнуть. Так, пусть я сердцем в жилище света, где он ждет всех, свершивший путь. О, дом небесный, где быть желаю. Туда стремлюсь я, чтобы вечно жить. Там буду Бога, я вечно славить, и в свете чудном Христу служить. Так радно будет в том вечном доме, увижу друга души моей. Кто на Голгофе на грех наш умер и примирил нас с отцом людей. О, дом небесный, где быть желаю. Туда стремлюсь я, чтобы вечно жить. Там буду Бога, я вечно славить, и в свете чудном Христу служить. Печаля горьких, скрёзд лить не будем. На веку славу мы будем петь. Разлуки скорби болезнь забудем. Не будем больше нужды терпеть. О, дом небесный, где быть желаю. Туда стремлюсь я, чтобы вечно жить. Там буду Бога, я вечно славить, и в свете чудном Христу служить. Слава Богу, слава Богу, дякуем, хай вас Бог благословит. Брат Василь, пожалуйста, брат, хай Бог благословит. Прошу. Брат Василь, волосы весь чуешь у нас, не? Так, чую, чую. Прошу, что у тебя есть для нас? Ну, первое всего, я так понимаю, что нам нужно за все дякувать Богу. То я хочу разом с вами сказать слава Богу. Слава Иисусу. Він нам допоміг до цього часу, до цього місця. Він благословив нас. І ми можемо сьогодні чути, можемо рассуждать, можемо читать, вникать в Слово Боже. І це прекрасно. Я трохи чуть-чуть був зайнятий, не все чув, хто сьогодні що говорив, чув, що співали сестри, брат молився. Я хочу прочитати Слово Господнє, декілька слежцяшків. Ми порозсуждаємо над цим Словом. Читаю. Дії святих апостолів. Дії святих апостолів. Таке Слово. З першого розділу, з перших стихів. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о том, що Ісус делал і чому учил від початку. Дії святих апостолів. У нас ще брат Гамлет із Дену Петровського, пастор церкви. Ще ви маєте сказати, щоб хватило времени йому теж. Добре? Хорошо, хорошо. Я постараюсь вкратце. До того дня, в который он был вознесся, в который он вознесся, отдався одним духом повелений апостолам, которых он избрал, которым явився живым постраданием своєм, со многими верными доказательствами, і в продолжение сорока дней являлся ім, і говоря, о царстві Божьому. І собрав їх, він поверіг їм, не відлучатися з Йерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чому ви слышали от мене. Ібо Іоанн крестив водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они сойдя, сойдясь, спрашивали его, говори, не все ли время, Господи восстанавливаєш ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, і будете мне свидетелем в Йерусалиме, і по всей Йудії, і Самарії, і даже до края земли. Сказався, он поднялся в глазах їх, і облако взяло его, з вида його. І коли вони смотрели на небо, то во время восхождения его вдруг пристали им два мужа в белой одежде і сказали, мужи галерейские, що ви стоїте і смотрите на небо, цей Ісус, віднесшийся от вас на небо, придет таким же образом, як і ви виділи Його, восходящим на небо. Тоді вони возвратились в Йерусалим, з гори, називаємо Йлеон, которая находилась близько Йерусалима, в расстоянии субботнього пути. І прийдя, взошли в горницю, де пребували Петр, Яков, Іоанн, Андрей, Филипп, Фома, Фоломей, Матфей, Яков, Алфеїв, Симон Зилот, Іуда, брат Якова. Все вони единодушно пребували в молитве і моленні з некоторими жіншинами, і Марию, матері Ісуса, і з братьями його до сего міста. Ісус Христос, якував своїх ученихов три з половиною року. вони пройшли хорошю, хорошю, ну, так кажемо, підготовку. Ісус Христос сказав, що не відбувайтеся від Йерусалима, але прийміть силу. на разом міста Писання, коли Христос шоу з учениками, і їх не прийняли в одне місто, вони сказали, ученики, давай повіли нам, чи розріши нам, ми свідемо огонь на це селення, і попали. залишим його, це селення. Але Христос сказав їм, ви не знаєте, якого ви духа. Т.е. Христос говорив, люди слушали, але в їх серцах було таке, що-то таке, к чому не учив Ісус Христос. Отчого отчого він їх забирал, як назвати, не знаю. він не хотів, щоб це було в їх житті. Але вони слушали, і не совсем все розуміли. О чому говорив Ісус Христос. Ну, а впоследстві Христос сказав, що ви не відлучаєтесь від Іерусалима. Коли я відійдусь з цього міста, тої з землі, ви примете силу, на вас сойдет Дух Святой, і будете мені свидетелями, будете мені поговорити, і тоді будете имати іной дух. Не той дух, який зжигає, який наказує, який уністюжує, але дух, той дух, який буде имати таке качество, щоб милувати, спасати, щоб любити, щоб прощати. Ви примете силу. І об цьому говорив Христос. І вчиніки, слушай, я думаю, не все сразу розуміли, але потім, коли вони були в дитинності, коли вони молілися, і Дух Святой сошел в їх серця, вони переменілись, вони залишили інші качіства, якби в серця своєму, вони почали йти проповедувати, і дуже багато пострадали за ім'я Ісуса Христа. Вони вже не проклянили тих, які їх наказували, вони вже не висловили проти тих, які їх преследували, але вони знали, що це вони повинні перенести за ім'я Ісуса Христа. І сьогодні Господь вчити нас, щоб ми изучали Слово Його, щоб ми стремились ім'ять цю силу, щоб ми стремились ім'ять ці качіства в нашій житні, щоб пребувала Божья любов в нашому серці, щоб Бог прославився через нашу життя, і щоб люди, видя наші даже добрі дела, вони познали Господа, вони пришли к Господу, вони полюбили Господа, вони віддали свою життя для Ісуса Христа і мали Царство Небесне, Царство Божье. Поэтому пусть Бог нас всіх благословит, щоб нам, изучая Слово Божье, стремиться к тому, щоб получить силу, стремиться к тому, щоб Бог нас крестил Духом Своим Святым, щоб нам идти вперед, як я вже сказав, щоб нам проповедувати, щоб нам возвіщати Тайну Господню. Пусть Бог всіх нас благословит і укріпит, дар для нас мудроці, ми дожні об цьому просити, чи, як сказати, не дожні, але Слово Божье говорить, якщо її не дістають, просити, ми дожні просити, щоб Бог дадав для нас мудроці, щоб нам правильно поступати в нашій житті. Пусть Бог благословит і пройтє до общення наше і життя нашу, пусть життя буде во славу Бога. Йому слава. Амінь. Могу, брат, може, є пісні у тебе? Ні, нема. Тоді, брат, Рад, підкручиться. Брат, Рад, у нас, брат, Гамлет, має закінчити служення зараз, але, якщо у вас є псалом один хороший, то, пажалюста, співайте, для слави Божьей. І потім, брат, приведе до молитви. Да, амінь вам, мене тож тож кончилась молитва на групі, тож там камеру включить вашу? А? Вашу камеру включить, будь ласка. Я говорю, тож у нас молитва на групі кончилась, вот, і тож Бог молилися за нужження, за проблеми, очень много нуждів народу, вот, за операции, там люди, нужно операцию, щоб Бог сохранял, і на операции, рух врачей було, ну, очень много нуждів народу сейчас. Конечно, иногда бывает тяжело, но, Ну, по милости Божьей, мы идем вперед, только Господь нас может дать силу, и Он только может помочь нам. Ну вот сейчас у нас поет жена моя. Да, пожалуйста. Ты не грусти, что та жизнь быстро мчится, и годы летят чередой, и улетают, как быстрые птицы, и на крыльях неся нас с собой. Ты не грусти, что старость подходит и троет главу седина, что светлая молодость так быстро уходит, и что не вернется назад. Ты не грусти, что уж сметят движенье, ведь цель у тебя сам Христос, ведь Он на кресте при обремном спасенье и страшные муки понес. Ты не грусти, что землей расстаемся, и близится жизнь и конец. И ты расстаешься тяжелой дорогой, а в небе тебя ждет Отец. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, я так слухаю псалом, да годы улетают. Стоится, казалось бы, что жалко боляче, але утешает другое, что мы там застрелимся с нашим спасителем, застрелимся с Авраамом, Исааком, Мяковым, апостолом Павлом, Петром и иншими братьями, которые герои веры. И захочется их испытать, и много вопросов задавать, и хочется знать и то, и другое, которое здесь на земле для нас оказалось тайной. Да, это жизнь, это как пар, являющий на малое время, потом исчезающий, але утешает, что будет встреча с самим Господом. Слава Богу, харни псалом. Хорошо, брат Эрот, будем готовиться до молитвы, брат Гамлет, пожалуйста, брат, хай тебе Бог благословит, это пастор церкви из города Днепра, из моего города Армении, мы тут нашли один одного через Господа. Пожалуйста, брат, включи свою камеру. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, благодарю Бога, что Господь позволил вместе с вами провести это прекрасное время. Слава Богу. Размышлять над Словом Божиим, прославить Его Святое Имя, поклоняться. Он достоин, он достоин, чтобы мы воздали Ему славу, и я вам скажу, это большое привилегие, что Бог позволяет нас быть в Его присутствии. Я вам скажу, это хотение, которое есть в нас, это не от нас, но это Бог вложил в нас, и мы Ему в присутствии. Пусть Бог благословит нас. Я так много слышал, очень много прекрасно сказано было, и я так много думал, о чем говорить. Но я вам первое хочу сказать, что наш Господь, Он столько прекрасен, столько лучше, что про Него так много сказать не устаешь, и так много слышать тоже не устаешь, потому что Он лучше, прекрасно. Он как Лиля Дали, Он нарцисс Саванская, Он есть Альфа и Омега, Он есть первый и последний, Он есть утронная звезда, освещающая наши сердца. Я люблю нашего Господа Иисуса Христа и благодарю, что Он есть в нашем жизни, что Он добровольно собой жертвовал, чтобы спасти нас, искупил нас не тленным серебром и золотом, но искупил нас драгоценной кровью своей. Это в самом деле, знаете, привилегия, это прекрасно, что Бог не знал почему, вот часто я смотрю мою прошлую жизнь, я не знал почему Он избрал меня, я не знал. И может каждый из нас так думал почему, почему именно меня, и в самом деле это блаженство, блаженство, что дал Он, чтобы мы назывались и были детьми Божьими. Знаете, в нашем жизни бывают разные ситуации, бывают трудные моменты, тяжелые моменты. Я помню, значит, в август месяце у меня старшему дочку мы замуж отдали, и буквально прошло дней пять, и я заболел. Я заболел, и, конечно, в итоге, когда я уже в больницу попал, узнал, что я заболел коронавирусом. И так получилось, что почти двадцать пять дней я был в больнице, очень тяжелое было состояние у меня, но по милости Божьей Бог мне продлил жизнь. Но я помню одну ситуацию, когда я был в реанимации, и вот в этом состоянии, в реанимации, знаете, есть много, когда ты можешь много размышлять, много думать. И в этих ситуациях я понял, что очень мало времени из моей жизни я уделял Господу. Вроде, знаете, немало служу, вроде много разных служений, и, может быть, многие стороны смотрят и говорят, да, там, такого брата много служений. Но когда я сам начал анализировать мою жизнь и мое отношение к Христу, я заметил, что я мало в своем жизни время уделил Господу. Я мог бы больше уделить время Господу. И, знаете, в этом ситуации я глубоко каюсь перед Богом и говорю, Господи, прости меня, прости меня, что я мог бы больше времени уделить Иисус Тебя, с Тобой общаться. Конечно, когда мы пойдем на небо, и мы будем Его Царствием, конечно, мы будем там бесконечно, без времени, наше время провести сны. Но, знаете, Бог хочет, чтобы здесь, на земле, когда мы находимся на земле, чтобы мы больше времени уделялись для Христа. Я смотрю, однажды я зашел к одной семье дом, и там, смотрю, на холодильнике висел такой плакат, и в этом плакате написано так. Бог, семья, служение. И когда я зашел, так смотрела, сестра говорит, ну что, пастор, правильно написано? Я говорю, честно сказать? Она говорит, да. Я говорю, нет, неправильно написано. Она говорит, почему? Я говорю, не надо так писать, Бог, семья, служение. А как? Я говорю, надо писать, если Бог в твоем жизни находится в первом месте, то все на своем месте. Она так подумала. Да, говорит, вообще-то это правильно. Когда Бог в нашем жизни первое место, то все на своем месте. И когда я вот эту реанимацию, вот это размышлял и думал, что я так мало, и покаялся. И потом, знаете, этот момент я в молитве на Господу сказал, Господи, если хочешь забрать меня, забери меня. И этот момент Бог со мной начал говорить, и Он сказал, не бойся, моя милость к тебе велика, в ближайшее время тебе выпишут. И буквально через два недели мне выпишут. Знаете, я к чему это говорю, что в нашем жизни бывают разные ситуации. Бывает, что мы молимся, и нам кажется, Бог нас не слушает. Бывает, что приходит унылья, бывают трудности. Разная обстановка, разное время. Но я хотел прочитать одно место, это Плача, Еремия, третья глава. Я не хочу вас учить, потому что я смотрю, все вы хорошо знаете Слово Божие, даже может быть лучше, чем я. Но я хотел просто напоминать себя, напоминать нас. И вот здесь Плача, Еремия, знаете, здесь говорит, и удалился мир от души моей. Бывает, что мир уходит от нашего сердца, не имея мира. И говорит, удалился мир от души моей, я забыл о благодействии. И забываем то благодействие, которое Бог делает для нас. И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. Вот, знаете, вот пророк Еремия как-то в лице Израиля, в лице Израиля, говорит это. И дальше говорит, он показывает, как видеть из той ситуации, как видеть из той положения, в котором находится человек. О мысли о моем страдании и бедствии моем, о полной жиличе, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому упаваю. Вот когда внутренний человек, знаете, внутренний человек такой унилий, когда потерял мир, когда, знаете, кажется, что тебя никто не слушает, ты один, ты одинок. Это может быть полезен, это может быть суета этого мира. И тебе кажется, что ты одинок, потерял мир. Я хочу тебе сказать, дорогой друг, брат, сестра, не отпускай руки, не потеряй надежду в Господу. Бог близок к тебе и Бог любит тебя. Знаете, даже мы, может быть, глубоко не понимаем, мы говорим это, но глубоко мы не понимаем Божьей любовь к человеку. Он говорит, знаете, пророк говорит, издали явился Бог, издалека явился. И что сказал? Любовью вечную я возлюбил тебя. То есть, любовью вечную Бог возлюбил тебя, дорогой друг, дорогая сестра. Не коротковременной любовью, а любовью вечной. Я благодарю Бога за это. А знаете, о римлянам, если мы смотрим, знаете, мне кажется, что в римской церкви было сомнение. Вот, может быть, такие люди были, которые молились Господу и не было ответа, и они сомневались. И вот апостол Павел им отвечает и говорит, послушайте, послушайте, братья и сестры, тот, который не пошадил, но отдал Сына Своего Единородного, неужели вместе с Ним не даст нам все? О пятом главе говорит, знаете, говорит, послушайте, Бог доказал свою любовь к нам. Тогда мы еще были крестниками. То есть, мы не были праведниками, мы не были святыми. Не имеет значения статус твой, не имеет значения из какой семьи, не имеет значения ты богатый или нищий, и имеешь вещеобразование, не имеешь вещеобразование. Это не имеет значения. Но Бог любит нас, дорогие мои. Бог любит тебя. И Он любит нас любовью вечную. И Он отдал Сына Своего ради тебя, ради меня. И, может быть, знаешь, бывает жизненные разные обстановки. Разные обстановки. Знаешь, когда все близкие оставляют. Псалмопевец говорит, даже если родная мать оставит тебя, даже если родная мать оставит тебя, Бог никогда не оставит тебя. Аллилуйя. Слава ему. Бог никогда нас не оставит, дорогие мои. Потому что мы Его дети. Он родил нас. Он искупил нас. Искупил, знаете, то, что приобретаешь золотом, то, что приобретаешь серебром, ты можешь это и продать. Это можешь и продать. То, что покупается деньгами этого мира, оно и продается. Но поэтому Бог искупил нас не золотом и не серебром. Он искупил нас кровью Сына Своего, чтобы больше не продавался. Мы принадлежим вечно Господу. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Это прекрасно. И вот, знаете, дорогие мои, и дальше говорит. Твердо помнит эта душа моя и подает во мной. Вот что отвечал сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истошилось. Дорогие мои братья и сёстры, я хочу вам сказать, что по милости Божьей мы не исчезли. Слава Иисусу. Слава Богу. Слава Иисусу. Мы не исчезли не потому, что мы имеем высшее образование, мы не исчезли, потому что мы дети чьего-то. Нет и нет. Но мы не исчезли по милости Господа. И милость Его не истошилась, не закончилась Божья милость. Божья милость ещё продолжает спасать. Продолжает спасать наших детей, наших братьев, наших святёв, наших родных, внуков, правнуков. Я, знаете, в этом вопросе шедро отношусь и говорю, до тысячи родов. До тысячи родов. До тысячи родов Бог имеет руку спасения. До тысячи родов. И дальше смотрите, оно обновляется. Очень сильный стир. Оно обновляется каждое утро. Вот это милосердие каждое утро обновляется в твоём жизни, в моём жизни. Жизни тех, которые принимают Иисуса. Жизни тех, которые поклоняются перед именем мира. Жизни тех, которые прославляют Бога. Даже скажу, в жизни тех, которые ещё не знают Иисуса. Я благодарю Бога, знаете, что Бог своё солнце, своим солнцем греет и праведных, и неправедных. Это милоскожие. И дальше говорит, Господь, часть моя. Господь, часть моя, говорит, душа моя. И так буду надеяться на Него. Благодаря Господь, к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благодаря тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благодаря человеку, когда он несёт игорь юности своей. Дорогие мои братья и сёстры, во имя Иисуса я благословляю вас, благословляю ваши дома, ваши семьи. Хочу самое главное сказать то, что я всегда говорю в конце нашего служения, что Бог любит вас, и я люблю вас. Несмотря на то, что, может, я вас не знаю, но я люблю вас, потому что Бог любит вас. И я хотел бы, чтобы на этой молитве мы поблагодарили Бога, славили Его святое имя. И знаешь, никогда не унивай, никогда руки свои не отпускай, никогда не думай, что Бог не слушает тебя, никогда не думай, что, знаете, что вот Божия благословение для тебя, оно закончилось, нет и нет. Я хочу вам сказать, я помню, однажды я вышел в свой огород и молился Господу, и говорил, Господи, ты мне все дал, все в буквальном смысле, ты все мне дал, дети, семья, дом, машина, ну, все есть, значит, все, все в этом заканчивается, твое благословение, и Бог сказал, Он говорит, это начало. Дорогие мои братья и сестры, никогда не унивай, и если может без мысли приходит, что все уже закончилось, нет и нет, это начало. Перед нами вечность, перед нами, знаете, прекрасное небо, где наш Господь царствует, так что это начало. Я хотел бы помолиться вместе с вами и поблагодарить нашего Господа, поклоняться перед Его святым именем, ибо Он достойный. Помолимся, дорогие мои. Сейчас братцы скажут нужды, наши сестры, братья, которые ждали до этого часа. Пожалуйста, дорогие братья и сестры, если у вас есть нужды, объявите, расскажите, мы будем шире молиться перед Богом. Благодарю вас, все за все, дякую Богу за сильнуюсть Его. Прошу поддерживать молитву и спасение моего дома, также за племянницей Руслана, который родил и был трудитель операции, за брата Петра и брата Любу, за Сашу из керинга и за Пастю племянника, так, Моголосович говорит, для представителей, а и Господь, яви свои велосердия, также за нашими Пастю, чтобы вернуть в потерпи. Добрый, помолимся, сестра Люда. Кто еще, друзья? Сестра Таня, церковь Ведвага, благодарю Господа за любовь, за Его милости. Прошу поддержать меня снова же в молитве за нашу церковь, за ее помещение, за этот суд, что будет 17 числа, чтобы Господь руку свою не отвел от нас. Прошу помолиться за моих неспасенных родных и близких. Спасибо. Помолимся. сестра Воля, за все велика подяка Богу, за каждый прожитый день, за все радости и печали. Прошу помолиться за спасение детей, за здоровье и за нужду, чтобы Бог вышел на встречу. Спасибо. Помолимся. сестра Воля. Сестра Ева, Люда, Елена, благодарим Господа за все. Просим помолиться за спасение родных и близких, за Володю Середюка, за Володю Барышкевича, больных раком. Просим также помолиться за открытие границ между Россией, Украиной и Белоруссией, чтобы можно было беспрепятственно ехать. И просим помолиться за конференцию. В понедельник 8 марта будет конференция Сестринская в Смоленске. Я хочу ее посетить. Пускай Господь благословит. Также мы продолжаем молиться за помещение, за нужды церкви Ведвага, за сано, за Гайане, чтобы Господь давал здоровье, сил духовных, укреплял. Благодарим вас за молитвы. Добро пожаловать. Володя Ильичук дякую за спасение. Дякую что в церкви, что Господь працюет с моим сердцем, помогает мне в жизни и любит меня. И прошу помолиться за моих родных близких, за родных сестер, Господь спасает их души. Также я в моем божане. Я вчера заявлял уже пару дней заявляю в церквах, молился, чтобы пробуждение пішло. Маю на сердце таке бажание. Готуюсь до этого, чтобы выйти на улицу, славить Бога, раздавать газеты. Хай Господь благословить мені помечников, работников в цьей справе. Дякую. Добре, помолимся в разговоре. Добре, друзья. Сестра Таня церкова витба. Я вдячна Богу безусмірно за те, что он благоволить до мене. Прошу молиться, у нас з Валечкою є нужда, ми повязалися молиться разом. Хай Бог дать віру, що він все-таки допоможе нам. Помоліться, щоб Бог укріпив мою віру, а також помоліться за самому сім'ю. Хай там будуть устройства Друзі, коли ви говорите, одразу выключайте микрофон, щоб шума не було. Так, хтось ще має сказати? Дякую Господу за всі милості, Господню любов, заботу до мене, до мого дому, до дітей. Дуже прошу помоліться за мого брата. Він покаяся, брата Березюка, пророка в Костополі. Їздив на зібрання, але ніхто його не підтримав в сім'ї. Зараз він дуже п'є, в дуже важкому стані. Хай Бог спасе душу, помилею його. І також за батька. Батька вдарив кінь в ногу, батько не може годити. Хай Господь його оздоровить і дасть спокаяння. Дякую, сестра Оксана, церква відвага. Добре, сестра Оксана, помолимся. Дорогі брати і сістрі, зараз брат Гамлет приведе до молитві, ну, будемо молитись. Також я сьогодні хочу звернути увагу, щоб ми помолились за тих, які відпали, які упали і які важко піднятися. Ми вже чуємо, є вігуки, отзыви, ми вже слухаємо, що някі вже люди з'являються. Вот сьогодні Саша являлся, я йому приветствував, він мені просився в фейсбуці друзів, я йому прийнял друзів, і він пишет «Слава Богу», думаю, «Слава Богу», уже Господь касається. Ми чуємо, що Наталья Захарчук також шевелиться, що є одна нова, це вже я попозже скажу, через нескільки днів. Господь касається тих людей, які находяться в беді. А без Господа, поверте, це біда, без Господа люди не можуть до конца довести. Поэтому задаємо всіх, всіх, які покаяли, спринили хрішення, але по той чи іншій причині вони упали і не можуть встатися, піднятися. Будем вздівати. І тако звичайно, щоб Господь нам дал устройство для нас, для нашого служення, поміщення для нашої церкви, для заботи о бедних людей, які сьогодні страдають, мучиться, щоб ми могли допомогти. Добре, якщо все сказали, давайте включаємо наші мікрофони, взявимо до нашого Бога. Хай Бог благословит, молимся. Halleluja. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добро ДimaTorzok 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 И я и мой дом будем служить Тебя и прославить Твое имя. И прямо сейчас, Отец, во имя Иисуса я благословляю каждого брата, каждую сестру на этом служении. Хоть и мы физически далеки от друг друга, но духом не в близости. И во имя Иисуса я прошу Тебя, мой Бог, Пусть Твое благословение, как обильный дождь, изливается на моих сестер и на моих братьев. На тысячи ровных. Господь, мы пришли к Тебе, потому что некому идти. Бог мой, Ты и все Твое, и у Тебя есть глаголи вечной жизни. И Бог мой святой, все эти нужды, которые мы открыли, только Ты в силе решать, и больше никто. Я присоединялся к нуждах моих сестер, нуждах моих братьев. И этими нуждами мы приходим к Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа. Твое Слово, Иисус, истина. Ты сказал до этого, вы ничего не просили. Просите во имя Мое, и Отец даст. И вот, Отец, по слову Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, все эти нужды мы взяли и пришли к Тебе. Бог мой, я знаю, Ты любишь нас, и мы любим Сына Твоего. Мы много не хотим, Отец. Дай нам крошки, которые падают от стола сыновей. Эти крошки, Бог мой, нам хватит. Я умоляю Тебя, Господь, утечай сегодня народ Твой. И дай, Господь, радость совершенную, чтобы дети увидели Твою милость, чтобы дети увидели, Господь, как Твое благословение изливается на них. Не ради нас, а ради имени Твоей, Отец, ради Иисуса Христа. Мы верим Тебя, Отец. И поэтому наши нужды открыли перед Тобой. Мы знаем, Отец, что Ты отвечающий Царь, милующий Бог. Умоляем Тебя. Не дай, Господь, чтобы язычники смеялись над нами. Но покажи этому миру, что Ты есть Бог на небе и на земле, и нету иного Бога. Пусть наши молитвы будут, как в имя перед лицом Твоим. Отец, я прошу Тебя. И мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, потому что Ты всегда, Отец, отвечал и отвечаешь нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты всегда по милости Твоей миловал и милуешь нас. Это Твоя сущность, это Твоё характер. Мы любим Тебя, Господь. Бог мой святой, я ещё раз прошу. Ради имени Твоей. Ради имени Твоей. Помилуй, благослови, утечай, укрепляй, поднимай. И пусть это всё будет во славу Господа нашего Иисуса Христа. Дай нам эту ночь, Господь, чтобы мы спокойно, целым душой и духом отдохнулись. И пусть Твоё благословенное утро открывается на нас. Мы благословляем наши дома, мы благословляем наши семьи. И благословляем Твоё святое имя. Мы благословляем Украину и благодарим и славе Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, слушай на небесах. И благословляем Твоё имя Твоё. Нехай прийде Царство Твоё. Нехай будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Глеб на щодень, и подавай нам на каждый день. И прости нам про вини наши, и не прости нам про вини наши. И не вини нас в искусстве, а в искусстве нас в искусстве. Вот и есть, Господи, и силы, и слава. Повеки. Аминь. Благодать Господу нашему Иисусу Христа и любовь Бога Отца Твоё имя Святого Духа. Хай будет всеми. Аминь. 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 Ну что, дорогие, мы щиро дякуем Богови. Благодарим за сегодняшнее служение. Было дуже плодотворно, дуже сочное, дуже вкусное, дуже хорошее. Хай Бог благословит всех, кто сегодня участвовал. Дякуем семью Татевосян, брата Артура Павосян, брата Саркиса, Григорияна, брата Эрата и брата Гамлета. Мы дякуем всем вам, друзья, что вы сегодня нам преподнесли такую вкусную, смачную ежу. Хай вас Бог благословит. Спасибо. Напоминаю, что наше служение, друзья, пройдет в воскресенье, три часа дня, нашей церкви, где мы проводим служение, Пересопницка 200, три часа дня. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, у нас, а стоп, вторник, среда, четверг, пятница, у нас пройдет онлайн-служение. Будут наши гости, вторник будет брат Жан, брат Эрат, в наших гостях, и, возможно, брат Ашот из Калифорнии, брат Эрат из Германии, брат Жан из Франции. Среда будет брат Саркиз из Киргизии, четверг, пока ничего не чуди, и пятницу будет брат Гамлет, как сегодня. Так что, майте на увазе, а, конечно, Бог еще расположит, что брат Артур может присоединиться, как сегодня поделился. Как мы и слушали, брат Артур, тоже армянин, правда, не очень похож на армянина, но армяне разные бывают. И главное, что христианин, не армянин, а христианин, это самое главное. Ну что, друзья, если у вас есть привет, мы будем благодарны получить ваши христики, пусть Бог всех вас благословит. Пожалуйста. От нашей церкви Божьей, всем привет, пусть Бог благословит всех нас. Волосевич, вместо садных. А, Волосевич, я забыл про тебя, брат, ты тоже был. Извини. Доброе, что ты нагадал о себе. Сегодня, я говорю, так хорошо было, и много было, что я так вместе прошел, даже вылетел из головы, Волосевич. Дякую, брат. Доброе, что это. И, кстати, какой день выбираешь, брат Василь? Какой день? Я чую, я чую, так много гостей будет, я рады буду слушать, а якщо десь будет якесь векно, то я буду готовый. Буду наблюдать, брат, буду наблюдать, как только тебя изглавлю, сразу и подскажу. Хай Бог благословит, брат. Спасибо за твою поддержку. Добрый, шейк, кто мая, привитте, будь ласка. Сестра Оля, щиро християнский привит, спокойной ночи, хай Бог благословит. Дякую, сестра Оля. Сестра Людмила, так желаю вас и всем. Условляю нас и семечку. Завтра день. Богу. Дякую, сестра Максимчук. Сестра Ева, Люда Ельня, Россия, примите сердечный христианский привет от нас, спокойной ночи до вторника. Да, до вторника. Понедельник, среда, пятница у нас раздача хлеба, друзья. Хай Бог благословит, чтобы у нас все было благополучно. Хорошо, кто еще есть? Да, Петручуки, благодаря и спокойной ночи. Петручуки, принимаем. Петручуки. Сестра Таня Долженкова, передаю привет. Сегодня мы разом раздавали хлеб для пенсионеров. Добра ніч. Будьте благословенны и збережені Господу. Добрый, друзья. Примечный христианский привет. Сестра Оксана, церковь, відвага, надобра ніч Бога. Церковь, відвага, сестра Оксана, надпринимаєм. Дорогие братья і сістры, ще раз огромне благодарна всем, хто сегодня участвував, потому що цель для нас. Це наша пища. Мені один брат сегодня сказав, а ви не встаєте кожний день в собрання? Я ще такого церкву не знаю. Я змеюся, кажу, брат, не знаю, як я можу вставати. Я не знаю, я не понимаю, конечно. Ну, ничего, зліті люди всякі, разні бывають, інтересні людям. Говорю, ну, хоч через день. Кажуть, і так, у нас парензельник, суббота, выходной. Так, що поділяєш. Харошо, друзі, запріданні привіті ми щир, дякуємо. І від нашій церкві, церкві Дваги всім любішим Господу передайте щирі християнський привіт. Хай Бог всіх вас ясно благословит. Хто нуждає, наше служення, сьогоднішні служення, ви можете скачати, а речі, хто не успеє скачати, то нашим сайти Дваги, Фейсбуці і Ютубі найдете. Хай, допоможе всім вам Бог, с миром Божьим, хай Бог всіх вас ясно благословит. С Богом!